Сара Ленган. Змеиный хвост. Это произошло. Ты не вспомнишь. Никогда не вспомнишь. Смотри. Всё начинается в этом маленьком городишке в заливе. Тихий, да? Можно даже сказать сонный. Там рыболовецкие лодки. Это фабрика. Есть сетевые магазины, а есть и лавки местного разлива. В пасмурную погоду появляется туман, словно дым от сырых дров в костре. Давай пойдём к тому освященному церковному шпилю. Это самое высокое здание в трёх округах. В полночь вместо колокольного звона из него доносится прелестная Ава Мария. Ты, возможно, не захочешь в это поверить, но все боги одинаковы. Конечно, некоторых рождают девственницы, некоторые появляются из голов своих отцов. Некоторые просто возникают как звёзды или большой взрыв. Но если убрать всю эту внешнюю шелуху, то различия между историями стираются. Распятие, крестовые походы, женское соперничество, дети, обошедшие своих родителей, воскрешение и вечная жизнь. Все они удовлетворяют одну и ту же потребность в нахождении смысла из ничего, в родителях, которых мы можем винить, когда наши корабли сбились с курса. Мы, собственно, их и сочиняем. Они существуют только из-за нас. Не только истории, но и сам Бог. О чём люди действительно не любят вспоминать, даже когда воспевают парня, прибитого к дереву, так это о том, что все боги требуют жертву. Они охрененно голодные. Это всегда происходит в одно и то же время. Люди по всему миру отрекаются, и это отречение достигает точки невозврата. Представь себе, как звезда, у которой сила притяжения в конце концов превышает её массу, втягивается сама в себя, а затем взрывается сверхновой до чёрной дыры и обратно в звезду. Будущее — это труба, которая меняет направление, сначала затягивая своих детей, а потом выплёвывая их обратно. Ты этого добиваешься. Вы все. Думаешь, я лично тебя не знаю? Я знаю. Это сочельник. Ночь плотная, как бархат с пробитыми под звёзды дырами. Агностики, натуралисты, иудеи, мусульмане, католики. Не имеет значения. Все они признают этот день. Оставляют подарки под ёлками и в чулках. Некоторые перевязаны ленточкой, некоторые вообще без упаковки. У некоторых несчастных и вовсе нет ни подарков, ни ёлок. Наступает полночь. Играет Ава Мария. И начинается. Звезда разрушается. Это происходит. С хорошими и плохими, с невеждами и мудрецами. На этот раз первый замечает мама по имени Лорел Фрэнсис. Она проверяет свою маленькую дочку, чьей астме в последнее время не помогают простые ингаляторы. Лорел заглядывает в освещенную ночным светильником спальню дочери Изи. Звучат последние ноты Ава Мария. Ребёнок лежит, высунув нос и подбородок из-под своего стёганого одеяла принцессы Селестия, купленного в тарджет, и хрипло дышит, словно забитая водой воздуходувка. Лорел смотрит с тяжёлым сердцем, ведь этот ребёнок — её утеха. Невероятная радость, появившаяся в преклонном возрасте. Да, часы бьют, и к тому моменту, когда они стихают, ребёнок пропадает, исчезает с кровати. Лорел ищет под одеялом, в шкафу, под кроватью. Она открывает окно и таращится в темноту, выкрикивая имя девочки, пока не приходит её муж, всклокоченный ото сна и слишком большого количества мерло у соседей. Что ты делаешь, когда такое происходит? Выбегаешь из дома? Бежишь по улицам и кричишь? Ищешь по углам и за куткам, словно потерянная вещь эта драгоценная крупица платины? Лорел Фрэнсис опрокидывает матрас, переворачивает комнату вверх дном. «Где малышка?» — кричит всё ещё пьяный муж. Как она может объяснить? Он только недавно сознался в своей интрижке, в своих планах съехать и требует судя опеки, потому что он считает, что уныние Лорел делает её недееспособной. Разве он не предположит, что в своём отчаянии именно она могла причинить вред ребёнку? Что, если она это и сделала, а теперь просто вообразила, что ребёнок исчез, ведь она сошла с ума? Разве это не единственное логическое объяснение? Она выбирается в окно ребёнка и спускается, а её ошалевший муж стоит, разинув рот. Затем она бежит по Паплар Стрит и кричит, пока патрульная машина не подбирает её сокровавленными ногами. «Иззи! Иззи, где ты, детка?» — кричит она. Она не перестаёт выкрикивать это заклинание. Оно повторяется внутри неё, словно автомобильная сигнализация, до конца её резко сократившейся жизни. Маленькая Иззи Фрэнсис такая не одна. Ещё три ребёнка пропадают к двенадцати в ночь на Рождество. Вызывают полицию. Она приезжает в дома. Детектив Патрик Клемент поначалу задаётся вопросом, а не детские ли это проделки. Эти выпускники старших классов без работы и колледжа с каждым годом становятся всё более странными и дерзкими. Они срывают знаки и нюхают краску, потому что не додумались, как приготовить хороший метамфетамин. Быть может, они перешли на похищение людей? Поэтому он внимательно слушает историю Лорел Фрэнсис наравне с историями остальных. «Вы уверены, что они исчезли? Прямо у вас на глазах?» Все кивают. Детектив Клемент делает то, что и всегда. «Каждый раз я сама себя обманываю, представляя, как он вспоминает это из прошлого. Эдакий момент озарения». «Что могло заставить детей раствориться в воздухе?» — шепчет он. Затем возвращается к более прозаичному. Мысль, которая пришла ему в голову, слишком безумна. Ему приходится спускаться с небес на землю и двигаться дальше. Он приказывает выставить заграждение на дорогах, чтобы помешать незнакомцам сбежать с украденными детьми. Он запрашивает подкрепление из других городов, и оно быстро прибывает. Часы бьют час ночи. К этому моменту город наполняется странной энергетикой. «Ты можешь высунуть язык и почувствовать электричество». Какая-то часть их ДНК помнит, знает неизвестное. Люди просыпаются от сирены неистовых выкрикиваний детских имен, после которых звучит команда вроде «Ответь мне! Ты где?» и чаще всего «Пожалуйста, иди домой!» Они делают, что делали всегда, когда чувствовали тревогу. Они проверяют свой клан. Оливер Дотт смотрит на своего белокурого сынишку. Тот скинул одеяло, потому что инфракрасный обогреватель греет слишком сильно. Хорошо сложенный и невероятно подвижный. Ему светит команда университета. И при этом уже на втором курсе. И, конечно же, стипендия. Затем хорошая работа в большом городе далеко отсюда. У мальчика будет все, чего нет у Оливера. И это в своем роде подтвердит, что его собственная жизнь потерпела неудачу. Эхо курантов затихает. Мальчик исчезает. Никакого дыма, никакого рассеивания в воздухе. Просто пропадает. Это продолжается. Часы бьют два. Еще больше исчезновений. В три исчезает еще восемнадцать детей. И весь город просыпается. Те, кого это прямо задело, и даже несколько тех, кого не затронуло, идут по темным дорогам в тапочках и халатах. Кричат неистово, трясут деревья, рвут одежду, молятся Богу, молятся сатане. Достают свои семейные драгоценности из потаенных мест и предлагают их полиции в качестве взятки. Сдаются вопросом, их ли это вина. Задаются вопросом, стоит ли прислушиваться, когда что-то внутри них говорит им, что потеря их детей неизбежна. Прибывает ФБР. Прожектор с вертолета светит сквозь окна, пронзает небо. В четыре еще сто шестнадцать детей исчезают. Слишком много свидетелей, чтобы не принимать это всерьез. Это происходит. Самое популярное слово в поисковиках в Северной Америке — похищение. К пяти утра большинство детей родители загнали в одноместные комнатушки, где их хранят, как привязанные шарики с гелием. Нескольких увозят на лодках в залив. Некоторых увозят в обход полицейских кордонов через все еще темный и заснеженный лес. Меньше всего тех, кого отправили в подвалы, измазав двери кровью ягненка, и крепко охраняют. И только один задушен. «Ты должен был позвать меня!» — ругают люди отца задушенного ребенка. Как будто в эдакой истерии они бы отозвались на его призывы. Как будто они не знали, что он был нервным типом, которого они должны были контролировать. «Отречение! Отречение! Отречение!» Ребенка звали Тобин. У него была черная кожа, вся в пятнах. Я-то это помню, хоть ты и отрицаешь. «Ты! Да ты!» Я смотрю на тебя прямо из звуков этой аудиокниги. Я вижу тебя. В шесть Шерман Даффи готовит легкий завтрак. Все семейство сидит на барных стульях на кухне с мраморным столом-островом. Мама переживает из-за дочери подростка, Натали. Нянечка Исмиральда держит обоих малышей-близнецов. Шерман знает, что беда явится без предупреждения, но он не хочет думать об этом, потому что что-то внутри него, мысль, поизносившаяся от многих повторов настолько, что стала дырой, знает исход. Он разбивает яйца в тосты с вырезанной серединкой. Улыбаясь и улыбаясь, он наливает мимозу всем, даже шестидесяти с чем-то летней Исмиральди, чья семья все еще живет в Эквадоре, ведь Шерман — великодушный человек. На кухне Даффи тихо, они слышат сирены и росказни. Они знают, что приключилось у многих их друзей, и продолжают спокойно болтать о том, стоит ли еще идти на прогулку, принимая во внимание полицию. Дети пропадают, близнецы, дочь-подросток, все исчезли. Шерман настолько подготовил себя к этому, что уже оплакал их потерю. Он перекладывает в тарелку тосты яйца и начинает есть их, пока няня падает в обморок, а жена перерезает себе ножом горло. Когда звучат семь ударов, прибывает национальная гвардия. Иногда она появляется раньше, в другой раз вообще не появляется. На этот раз — к семи ударам. Машины, грузовики и, да, танки забивают улицы. Теперь детей исчезает меньше — всего девять. Незадолго до восьми утра детектив Клемент узнает, что некоторые родители спланировали массовое самоубийство. Они собираются накормить своих детей крысиным ядом. Поэтому Клемент сгоняет каждого мужчину, женщину и ребенка перед церковной башней с часами. Некоторых, плачущих и бушующих, ведут силой. Большинство просто рада компании. «Сохраняйте спокойствие!» — приказывает Клемент через мегафон. А все это время смотрит на меня, словно понимает, что я такое. К этому времени уже должен бы понимать. Мы играем все те же роли так много раз, что количество уже не важно. Это просто замкнутый круг. Змея, пожирающая собственный хвост. «Ваших детей найдут!» — кричит он. «Нам нужно действовать сообща!» Часы бьют. 236 детей испаряются в толпе. Вот они есть, а вот их нет. Забавно наблюдать что-то подобное. Верующие люди теряют веру. Неверующие обретают ее. Мы на городской площади, окруженной полицией, установили, что все исчезнувшие дети младше 13-ти. Не имеет значения, городские ли они или приехали на праздник. Дети в черте города и леса исчезли. Осталось всего 128. 128 счастливчиков. Часы бьют девять. Никто не пропадает. Их наполняет растущая радость. Пожалели, их пожалели, все кончено. Родители обнимаются, местная булочная раздает теплое печенье и бублики. Те, кто потерял, ощущают потерю более остро. Те, кто не потерял, начинают верить, что они могут и не потерять. Лорел Фрэнсис с сокровавленными ступнями разражается стихийной песней Авы Мария. Воздух в темной пещере, такой тяжелый, станет дуновением утешения, если ты улыбнешься. О, дева, услышь девичью мольбу, о, мать, услышь молящего ребенка. Остальные присоединяются. Площадь зажигается от грустного хора. Песни, изначально написанные о владычице озера, спрятанной в пещере гоблина, а теперь молитвы о деве. Эти выдуманные мифы и эти поющие люди идут рука об руку. Мгновение, я даже думаю, что они могут вспомнить, что все это не ново, что время идет вспять. Часы бьют десять. Больше никто не пропадает. Тон меняется. Теперь родители выживших становятся самоуверенными со своими припрятанными улыбочками, своими похлопываниями по спине и своими «мне очень жаль». Теперь они уверены, что те другие сделали что-то неправильно, а они — нет. Часы бьют одиннадцать. Никто не пропадает. Мы остаемся на площади. Еще больше печенья, а теперь еще и кофе. Потерявшие детей уже начинают винить сами себя. Что они такого сделали, что вызвали гнев Божий, а еще и на Рождество? Часы бьют полдень. Играет Ава Мария. Оставшиеся исчезают. Все сто двадцать семь. Каждый ребенок младше тринадцати. Все, кроме меня. Все это в новостях. Тебя это не трогает. Ты слышишь это, видишь это в ленте Фейсбука, и задаешься вопросом, была ли эта история на самом деле. А потом ты слышишь от какого-то чужого аккаунта, что исчезли дети двоюродного брата и его друга в том старом прибрежном городке. Но это для тебя так же нереально или так же реально, как русские шпионы, захват Америки иностранными правительствами, голодные беженцы и нефтяные войны. И тебе это не дает покоя до тех пор, пока не появляются более невероятные новости. Так что ты так же не уверен, верит ли в них, или что раз уж на то пошло, что ж тут можно поделать? Ты движешься дальше. Возьми Прометея. Он крадет огонь для человека. С огнем человек может превзойти своего создателя. В качестве наказания за человеческое чистолюбие Зевс посылает ящик Пандоры, наполненный бедствиями и распрями. Он привязывает Прометея к камню и каждый день на протяжении вечности пожирает его постоянно восстанавливающуюся печень. Смотри, человек, одуревший от своей собственной важности, мечтает стать богом. Так почему же он это с собой делает? Отречение. Как единственного оставшегося в городе ребенка, меня опрашивает множество информагентств, а затем закрывают в больнице, где, уходя, запирают за собой каждую дверь. Они говорят мне, что боятся, что меня тоже украдут. Но это неправда. Они просто винят меня. Очевидно, что виновата я. И ты тоже. И хоть я тебе и сказала это, ты все равно забудешь. Это твоя природа. Ты не можешь стоять на месте, поэтому выбираешь самый легкий путь, не подозревая, что это круг. Происходит что-то новое. Люблю, когда происходит что-то новое. Какие-то придурки надумывают себе, что в городе полно сатанистов. Они решают, что родители заключили сделку, принеся в жертву своих собственных детей. Поэтому эти линчеватели вламываются в церковную башню и разбивают колокол в надежде освободить плененные детские души. Мы больше никогда не услышим Ава-Мария. Проходят недели, проходят месяцы. Меня выпускают из больницы. Город превращается в покрытое граффити кладбище. Кладбище цветков, венков и пустых гробов, закопанных в просоленную почву. Меня просят сказать речь на некоторых памятных вечерах. Я говорю. Я рассказываю о Люси, вместе с которой я получила пурпурный пояс по каратэ. Рассказываю о Дэйне, который лизал брикеты мороженого вместо того, чтобы кусать их. Я рассказываю о Данике, которая во втором классе плевалась в меня, когда учителя не смотрели. Я не упоминаю все эти вещи. Или то, что мне знакомы бесконечные воплощения этих людей. И что с каждым разом я люблю их все больше. Их пороки, усилия, провалы, беспорядочность. Я не объясняю, что мое сердце разбито. Я всего лишь говорю, что их будет не хватать. Мои родители верят, что меня спасла их набожность. Они не знают, что я не их ребенок, а подменыш, подкинутый при рождении голодными богами. Теперь я езжу в школу, на автобусе, в соседний городок. Дети сторонятся меня, так как ходят слухи, что я опасна. Тифозная мэри для исчезновения детей. На первую годовщину исчезновения детей нашего городка меня просят произнести речь. И вот что я говорю на сочельник перед нашей церковью. Дорогие друзья, что? Да, да, могу погромче. Извините, это нелегко, что, кажется, звучит глупо. Я имею в виду, что нелегко всем нам. Нам все еще нужно пережить это. Это как выбрать туалетную кабинку. После этого ты всегда ходишь в одну и ту же. Вам даже не приходит в голову сделать по-другому. Ну, извините. Окей, достаточно громко. Окей, не волнуйтесь. Хорошо, что вы меня не слышали сейчас. Все равно даже и не запомните. Но думаю, что я что-то должна сказать. Я все еще чувствую, что это какой-то тест. Понимаете? Как в старые добрые библейские времена. Ты должен подняться и стать лучшей, несмотря ни на что. Вот о чем все эти истории. Понимаете? Они не о жертвоприношении или крови. Они о эволюции. Раньше мы были обезьянами. Но с тех пор мы не изменились. А я уже заждалась. Извините, это глупо. Вы не хотите это слушать? Я знаю, что должна сказать. Что? Окей. Так достаточно громко. В любом случае, я хочу извиниться. Я знаю, вы думаете, что я должна быть с ними. Ну, извините. Извините, что не умерла. Меня со свистом сгоняют со ступеней. Кто-то стреляет из пневматического ружья. Попадает мне в щеку. Детектив Клемент помогает мне забраться в полицейскую машину. Отвозит к себе домой, где кругом пустые бутылки. Любитель джина. А еще карты с помеченными именами каждого ребенка. Местом и временем исчезновения. Мне якобы девять лет. Они все знают, что это не может быть правдой. Но они притворяются, потому что невежливо обвинить ребенка в сверхъестественности. Притворство позволяет забыть. «Твои родители бьют тебя?» Спрашивает он, заклеивая мою щеку. Это всегда он. Другое тело, другой пол, другой цвет, но всегда одна и та же душа. Он спрашивает, потому что пытается понять, почему я кажусь таким чужаком. Я беру пальцами его за подбородок. «Я люблю ощущения кожи», — отвечаю я. «Люблю быть живой. Люблю дышать. Люблю жару и холод». Он пялится на меня, затаив дыхание и буквально застыв. «Отречение, отречение, отречение». «Они не бьют меня», — говорю я. Он кивает и отпускает меня домой. Этим вечером я убегаю к скалам и разбрасываю соль по всему проливу. Все девятнадцать мешочков. На следующее утро мы слышим новости, что это произошло снова, в Демойнте, Айова. Эти дети не исчезают. Они просто не просыпаются. Безмолвные тела, теплые, дышащие и неподвижные. Тридцать четыре тысячи и семь спящих красавиц. В Демойне остается только один ребенок. Подменыш, вроде меня. Меня просят помочь им справиться со своим горем. И вот речь, которую я произношу. Дорогие жители Айовы! Мне сказали, что это в Айове. Надеюсь, это правильно. Произошла ужасная вещь. Но не только с вами. Со всеми. Надеюсь, вы разберетесь с этим, прежде чем мир развалится на части, и вы все умрете ужасной, мучительной и медленной смертью. О, окей, ага. Кто-нибудь может помочь мне? Начинается драка. Кто-то в кого-то стреляет. Так что меня запихивают в машину и отправляют обратно на восток. Я перестаю произносить речи. И знаешь, люди, которых это напрямую не задело, достаточно быстро все забывают. Ты спросишь, как так происходит? Можешь открыть учебник истории. Ты можешь посчитать всех людей, умерших в результате убийств, войн, в которых никто не хотел участвовать, глобального потепления, которое никто не хотел признавать. И это не то, чтобы из поколения в поколение люди забывают, чему их учили родители. Забывают все те же люди. Снова и снова. Каждые пять минут. Отречение. 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 В общем, в моей новой школе на меня нападает одна девочка с рыжими волосами. Жесткая, как металлическая губка для посуды, словно она происходит прямо от скандинавов. Наши шкафчики рядом, и она всегда выглядит нормальной. Даже улыбается изредка, кто бы мог подумать. В общем, в один прекрасный день на ее лице появляется выражение сумасшедшей ярости, словно ее на мгновение подожгли изнутри. Она знает. Она все знает. И я, блядь, в восторге от нее. Потому что это для меня полная неожиданность. Но потом она все измельчает, придает логике, рвет все на куски и спихивает свою вину на меня. Отречение. Ты навлекла гнев Иисуса! Орет она. Затем она бьет меня лицом о питьевой фонтанчик и ломает мне челюсть. Следующие девять месяцев я ем через трубочку, и в итоге обретаю новое лицо. Не впервой. Подтруниванье настолько сильное, что я бросаю учебу. Не то, чтобы они меня могут убить. Ты мог бы сбросить наковальню мне на голову, как в мультиках про дорожного бегуна. Собственно, ты это уже сделал. Я имею в виду именно тебя. Тебя, слушатель, я остаюсь в том городке с моими самонадеянными родителями. И, как и многие люди вокруг, желаю поменяться с кем-нибудь местами. Эти люди, с которыми я застрял за обеденным столом, нелепы. Мы все так же каждое воскресенье посещаем ту же церковь с разбитым колоколом. К этому времени люди перестали обращать внимание на странность, на выжившего. Они отворачиваются. Отречение, отречение, отречение. Я уже говорил, по традиции это время, когда люди перестают заводить детей. И в этот повтор все то же самое. Люди перестают заводить детей. Те, которые уже у них в животе, перестают расти. Они превращаются в камень. СМИ винят в этом неправильные диеты и первородный грех. Среди второстепенных теорий уровень ртути в морской воде и морское чудище Левиафан. Никто не уверен, когда это началось. Никто не уверен, правда ли это. Даже женщины с восьмимесячными камнями в чреве отрицают, что это произошло. Угадай, что я скажу сейчас. Отречение. На следующий год в сочельник я снова убегаю и разбрасываю соль. Одна из них всплывает, выпуская маленькие пузырьки. Изи. Астма, должно быть, научила ее хорошо дышать под водой. Я набираю высоту, проносясь со свистом сквозь скалы и водянистое поле дремлющих детей нашего городка. Изи. Пробивается к поверхности. Ее волосы развиваются, словно она русалка. Так темно, что вода кажется светлой. Я хочу спросить ее, почему она борется? Почему продолжает пытаться, когда все всегда заканчивается одинаково? И я это делаю. Хоть раньше я этого и не делала. Я останавливаю ее и спрашиваю. Но ей всего три. Она не понимает. Я целую ее, прежде чем позволяю снова соскользнуть в ее мокрую постель. Это тоже что-то новенькое. Затем я высыпаю целый мешочек соли на нее, чтобы она больше не поднялась. Мы встречаемся взглядами, и она тонет, чтобы упокоиться вместе с остальными. Когда я возвращаюсь незадолго до рассвета, начинают поступать новости. Затронуло 18 городов. Везде только один выживший. Подменыш. Исчезнувшие дети, заснувшие дети, бессознательные дети. В целом больше миллиона. Они берут интервью у выживших, но вскоре теряют к этому интерес. Они не могут вспомнить ничего из того, что мы им говорим. После этого они говорят с родителями, учеными, и в особенности с проповедниками, предвещающими адские муки. Печатные издания, ленты новостей и динамики указ вопят от страха и стыда. И люди изводят сами себя, пока не устают и не забывают. Ты можешь забыть что-либо подобное? Забыть, что угроза витает над тобой? Забыть своих собственных детей? Да, конечно же, можешь. Именно так люди и делают. И каждый раз, когда они так делают, их боги становятся чуть голодней. Четвертый год. Я несу соль к моему морю. Еще больше детей из моего городка всплыли. Их кожа мягкая, как ткань. Изо ртов вырываются маленькие пузырьки воздуха. Мечтатели, витающие в своих мечтах. Я солью. Они уходят обратно вниз. Клемент останавливает меня на пути обратно. Он уже не детектив. Живет отшельником. Мне не в новинку видеть его. Он повсюду следует за мной. Так вот, куда уходят тела? Спрашивает он, указывая на море. И вынуждена признать, волосы у меня на затылке встают дыбом. Он вычисляет это только в двух процентах случаев. Ага, говорю я. Они стали беспокойными. Почему ты хранишь их здесь? Я присматриваю за ними. Для нашего цикла. Затем я указываю на горизонт, который превратился в радугу земного тяготения. Разрозненные цвета неравномерного распределения, тянущие нас друг в друга. Он ничего из этого не понимает, но слышит. Это он не забывает. Это прогресс. Я думаю, в следующий раз он вспомнит больше. Я всегда так думаю. Он так пьян, что сознание угасает. Он наклоняется и блюет. Дымящаяся масса в холодной зимней ночи. Гайдут омой. Уже Рождество. К полудню все дети в мире пропадают. Они погибают от сонной болезни и исчезают в океанах, ручьях и горах. Ты мог бы подумать, что оставшиеся взрослые шокированы, но они, словно стадо, согревают себя безразличием. Отречение, отречение, отречение. Боги так голодны, что они восстают. Они, как пауки, кракены, ленивцы со множеством ртов, замученные до смерти женщины, солдаты и воины. Воплощается любой кошмар, который ты только можешь представить. Чтобы забить всех взрослых до последнего, требуется шесть дней и семь ночей. Они отлавливают их на кораблях. Они отлавливают их в домах. Они забирают их в магазинах, лесах и пещерах. Они забирают моих человеческих родителей, а я смотрю. Разрывают их надвое, а затем поедают их внутренности, зарываясь в них рылами, словно свиньи в трюфель. Наконец, они окружают меня и всех других подменышей. Как и каждый раз до этого, я широко развожу руки в сторону. Они делают это медленно. Они делают это больно. Они выдирают мои ногти. Они жуют мои пальцы ног. Они снимают мою кожу пластами. Руки, ноги, щеки, спина. Они по очереди выдергивают мои мышцы. Они отделяют мои кости и жрут мои органы и сердце. Боги, люди и дух, объединенные в совершенную троицу. Но, пересытившись, мы возвращаемся, как единое целое, к ядру земли, чтобы отдохнуть очередные двести тысяч лет. Каждый раз я тебе это рассказываю, но ты никогда не запоминаешь. Я — твое отречение, твой кошмар, твоя слабость, твое забытое воспоминание, которое преследует тебя. Это твоя природа — отрицать, отвергать, обвинять, создавать самому себе творцов, которые существуют только в твоем воображении. Ты не понимаешь, что это вы, люди, со всеми своими страхами и волшебством, и есть единственный Бог. Радуга переворачивается, черная дыра выворачивается в другую сторону. Наконец дети просыпаются в тайных берлогах и больничных койках. Этот сон стер их начисто. Они не помнят слов своих родителей или свои имена. Они начнут все заново, начнут снова, и снова, и снова, и снова убойный скот для своих собственных созданий. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Иван Миронов. Текст читал Владимир Князев. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...